здравствуйте друзья коллеги сегодня мы поговорим про очень интересный проект который редко выпадает скажем так потому что мы прямо не целевой game dev какой-то разработчик но у нас был крайне интересный опыт даже в своем роде уникальный сегодня хотел бы поговорить про игру football for friendship онлайн и начнем мы с того что во первых что такое футбол для дружбы football for friendship это программа разработанная агентством агт под эгидой газпрома которая преследует цели такие как развитие детского футбола вообще продвижение каких-то общечеловеческих ценностей дружбы общения и они с 2013 года проводят множество различных мероприятий и активностей они собирают детей где-то в возрасте там 12-14 лет вместе проведения мероприятий таких как чемпионат мира или какого-то другого значительного футбольного события и затем дети в течение порядка двух недель общаются тренируются учатся быть журналистами комментаторами спортивных событий здесь есть место абсолютно для всех и для детей например там инвалидных колясочников и игроков и активных там подающих надежду футбольных комментаторов история как я уже сказал достаточно давняя с 2013 года она началась сначала это было 8 стран и потом количество стран росло до тех пор пока не не был заработан там не был получен в 2019 году первый рекорд гиннеса это 800 детей приняли участие в мероприятии из огромного количества стран в мадриде и в 2020 году частично уже когда мы подключились к этой программе был поставлен 1 точнее уже второй рекорд гиннеса как раз это максимальное количество участников которые приняли участие в онлайн тренировки и затем в 2021 году был заработан еще один рекорд гиннеса уже связанный как раз с нашим приложением с нашей игрой но об этом мы поговорим подробнее в 2020 году как мы все помним случилась вот эта неприятность пандемии и проведение таких мероприятий возможность просто привести например много детей в одно место физически в одну локацию она в общем-то стало невозможным поэтому была мысль создать онлайн платформу онлайн игру и не только игру где могли бы люди общаться и в принципе те же самые мероприятия которые обычно проводятся оффлайн проводить внутри этой платформы мы обсуждали множество вариантов и пошаговую стратегию и какую-то карточную игру была идея сделать что-то типа ролевой игры город дружбы где ходили бы общались между собой виртуальные персонажи но в итоге посоветовавшись с коллегами с нашими заказчиками мы приняли решение разрабатывать все-таки онлайн и более того real time игру это онлайн футбол по правилам мини футбола с некоторыми дополнениями а самой главной сложности самым большим вызовом для нас было то что жеребьевкой определяются команды участников и могут совершенно разных континентов попасть игроки в противоборствующие например команды которые там будут соревноваться в мастерстве онлайн футбола это было принципиальным требованием потому что это то как события в принципе организовывались оффлайн и поэтому у нас было множество крайне интересных и не стандартных решений для того чтобы в принципе обеспечить такую возможность ну с чего начать до того как мы будем говорить про задержки про распределенные системы мы в принципе наверное должны поговорить о принципиальных логических компонентах игры которые мы наметили вот буквально в первые дни недели с момента обсуждения как раз онлайн игры соответственно у нас есть приложение это приложение для андроида для ios для windows и mac os то есть для всех основных операционных систем и десктопных и мобильных это нужно для того чтобы обеспечить доступ к игре максимальному числу участников из разных стран с разными возможностями и соединения и платформами к которым у них есть доступ соответственно для десктоп приложение у нас есть ланчер для того чтобы там загружать в обход магазинов на mac os и на windows у нас есть так называемый registry service это сервис который позволяет регистрировать игровые и прокси сервера и собственно говоря занимается еще и матч мейкингом то есть подбором противопорствующих команд в произвольных играх и подбором лучшего сервера где можно провести этот матч среди тех которые доступны а по различным регионам identity сервер это нашего house 2 авторизация и в принципе здесь особенно рассказывать нечего game и пиа это набор сервисов микросервисов которые позволяют нам отслеживать и очки и всевозможные достижения в играх настройка внешности персонажей и обеспечивать всю нашу бизнес логику проведения чемпионата и user profile сервис это необходимая часть которая у нас деплоится разворачивается в различных регионах по миру а там где хранятся персональные данные потому что мы тоже не можем по юридическим причинам хранить данные в одном каком-то в одной какой-то геозоне та вещь про которую мы сегодня не поговорим это веб-часть это веб-портал и админское приложение ну как минимум потому что мы более-менее все представляем как разрабатывать веб-порталы и наверное просто времени не хватит поговорить еще и об этом у нас было две проблемы это выбор игрового движка то есть то на чем будет работать пользовательское приложение мобильная дисктопная и выбор сетевого движка соответственно у нас аудитория как и сказал неоднородно у нас нет времени и нет принципе возможности довести до совершенства высокополигональные модели поэтому нет времени бороться с ошибками с утечками памяти мы имели релевантный опыт в нескольких проектах связанных с дополненной виртуальной реальности с юнити поэтому мы остановились на этом движке по библиотеке сетевого взаимодействия мы искренне пытались найти что-то доступное для того чтобы обеспечить высокую пропускную способность но к сожалению эти поиски у нас не увенчались успехом нам пришлось разрабатывать этот сетевой степ буквально с нуля мы задействовали там все сетевые всю мощность сетевых адаптеров кольца буферизации в несколько потоков слушаем сообщения и мы в принципе обеспечили возможность отправки до 800 тысяч сообщений в секунду причем с ненулевым пейлодом затем мы измерили расположив сервера в разных зонах какие у нас задержки между регионами и соответственно мы остановились первоначально на четырех регионах это соответственно северная америка южная это сингапур и в европе остановились на франкфурт но то что мы оценили как-то численно до в каких регионах размещать наши игровые сервера для того чтобы задержки были более или менее приемлемы для участников которые подключаются к регионам локально в том числе до ближайшим этого было еще недостаточно и нам необходимо было проверить как это работает на практике то есть мы буквально развернули сервера и попытались через удаленное подключение с коллегами созваниваясь поиграть в нашу игру вот буквально чуть позже я прошу включить видео не не прямо сейчас мы сейчас поговорим еще о кое-каких деталях разработки и так давайте просто суммируем что мы какие решения мы приняли архитектурные по сетевому стеку во первых мы конечно же используем vdp протокол мы постоянно отправляем где-то порядка двадцати раз в секунду сообщения не дожидаясь подтверждения получения или нет мы минимизируем размер из депи пакета и депи датограммы для того чтобы не допускать повторной отправки нет для того чтобы не склеивать несколько пакетов отправленных там через полмира потому что в любом случае разбиение на несколько пакетов требует потом контроля какого-то дополнительного информации о том получен пакет или нет мы контролируем буквально каждый байт который мы записываем в протокол все наше игровое поле мини футбольное это 10 игроков там четыре замены все описание супер ударов мячей состояния игры это все укладывается в 300 400 байт буквально и ну дополнительно может быть надо сказать что мы используем google протобав библиотеку это именно не сетевой стек для того чтобы просто оптимизировать записи например целочисленных наших переменных в пакет и конечно же картина мира у нас не может быть ни на каком из клиентов единственный источник правда это у нас игровой сервер вот буквально там в две секунды это внешний наш протокол наше описание то как устроен наш сетевой пакет с точки зрения а диаграмм классов вложенных структур наверное мы на этом останавливаться не будем просто скажу что здесь есть и побитого и маски и все другие приемы которые известны из старых старых игр и эти сетевые ограничения требования к движку требования наших клиентов привели еще к дополнительным решением по геймплею то есть у нас игра это target based то есть у нас есть пронумерованные игровые объекты ворота игроки мяч у нас к примеру он просто меняет владельца будь то игровое поле либо игрок каждый видит чуть-чуть отличную друг от друга картину мира это значит что мы в принципе если чуть позже получили пакет о том что мяч летит по какой-то траектории мы немножечко подправляем траекторию мы используем анимацию для того чтобы подождать решение на сервере и потом изобразить как-то обыграть анимационную эту заминку если необходимо и затем только отрисовать полет мяча либо удар либо перехват тем не менее в относительном времени в относите или в абсолютном времени игры у нас принимаются честные решения в зависимости от того кто как в своем локальном времени нажал на кнопку одним из ключевых подходов тоже который мы используем сразу это не это переиспользование кода то есть мы с самого начала используемся ccd подход у нас все что касается движка игровых объектов протокола каких-то логических решений упаковываются в библиотеку это dotnet соответственно библиотека мы переупаковываем ее для например unity и в принципе переиспользуем одинаково и на клиенте и на сервере всю нашу логику и еще одна вещь очень важная это то что мы вынуждены были непрерывно заниматься протезипированием и логики игровой и клиента и каких-то серверных взаимодействий это позволило нам совершить огромный качественный рывок то есть первая версия поля у нас была буквально там какие-то плоские игроки которые катались как вот старая игра хоккей да такая настольная и уже через буквально месяц небольшим мы перешли к полноценной многопользовательской игре в режиме отладки я попрошу коллег сейчас продемонстрировать видео мы сейчас просто посмотрим то как мы попытались реализовать скажем так вот как сам процесс если это не отнимет много времени вот это наши наши пробы первые пера это вот уже сетевой стек нами реализован это была первая игра между аргентиной россии а вот у нас уже спустя полтора месяца действия взаимодействия игроков с игровыми объектами такими как поле ворота передачи пасы пасы на поле и в принципе уже более или менее полноценная графика но без анимации и без финального видения персонажей как таковы а настройки внешности мы говорим тогда чуть-чуть попозже и вот казалось бы мы в принципе проделали огромную работу по прототипированию про по разработке нашей игры но как всегда вмешивается случай и нас останавливает и отбрасывает в какой-то степени назад этап стабилизации мы планировали что это будет достаточно трудоемкий процесс но тем не менее давайте покажем несколько моих самых любимых багов если можно первое видео еще включить это игрок который проваливается буквально под поле здесь у нас ошибки до сих пор есть и на клиенте и на сервере это 22 июля и вторая проблема например буквально мы неправильно нумеруем ворота и случайно обнаруживаем что во втором тайме из-за смены ворот не меняется корректно там индексация если можно второе видео показать у нас происходит автогол когда мы бьем поворотом противника это вот собственно говоря очень обидные обидные программы какие-то ошибки но это вот скорее из такого нашего процесса чтобы не было иллюзии что у нас все получилось сразу за буквально там месяц с небольшим и еще немножечко пробежимся по эволюции графики с чего мы начинали соответственно вот мы видели наше 2d поле с какими-то болванчиками цилиндрами где мы начинали играть это 2 июня через неделю с небольшим у нас появляется первая версия трехмерного поля первые действия к концу июня это взаимодействие с воротами это действие удара паса в августе появляются в дополнение к правилам мини-футбола супер удары это ускорение это всякие вещи связанные с неуязвимостью временные на поле наши художники работают и со стадионом и со светом со зрителями добавляя действительно красочности и живости аудитории у нас появляется анимированная и 2d и 3d аудитория стадиона чтобы это объяснить получше мы не тратим ресурсы для того чтобы рисовать боковую часть стадиона меняем их 2d картинками для экономии ресурсов мобильного устройства и делаем полноценные там 3d модели болельщиков только в видимой части стадиона соответственно настройка внешности у нас появляется только в сентябре где мы финализируем внешний вид и болельщика и игрока ну и немножечко уже про финализацию там мы в общем то в октябре добавляем эмоции игроков и 12 ноября добавляем вид оператора но об этом я еще отдельно поговорю и даже продолжаем нашу разработку до церемонии награждения это вот финал турнирных уже игр теперь давайте немножечко остановимся на то как мы это разворачивали в облаке все наши движки все наши сервисы мы использовали конечно же такой подход это вот еще один аспект что нам позволило успешно выйти в лайф мы использовали подход инфраструктура как код мы использовали terraform для того чтобы описать программно и в скриптах нашу основную зону где крутится наши бизнес сервисы наши и пиай кроме того и игровая зона и даже локальные профили в яндекс клауд это все описано при помощи подхода а если в terraform то есть у нас фактически мультиклауд учитывая наши а пользовательские профили все абсолютно компоненты включая сервера игры все сервисы у нас упакованы в виде образа в докер наш движок оказался крайне эффективным игровой поэтому для сервиса в амазоне мы используем fargate serverless подход даже самый маленький serverless fargate instance обладает двумя недостатками во-первых при даунскейле у него период грейс шатдауна две минуты это значит что игру мы не можем вести которая длится более двух минут мы должны принудительно остановить чего мы допустить для больших соревнований для турниров конечно же не можем ну а во вторых это все равно слишком много ресурсов для нас поэтому мы принимаем решение развернуть в четырех плюс двух зонах игровые сервера и развернуть их уже на именно на виртуальных и ситу инстансах в амазоне для того чтобы иметь полный контроль над временем жизни контейнеры именно в игровом сервере и вот наш шаблон мы на самом деле используем здесь несколько публичных и приватных подсетей разделенных по и вылабилити зонах слева мы видим наш шаблон fargate для того чтобы разворачивать все наши и 5 в основной зоне то есть все сервисы такие как rds база данных и сервисы для на основе fargate находятся в приватных подсетях дополнительная изоляция игровые сервера развернуты с elastic ip в публичной подсети соответственно вот примерно так выглядит у нас основная игровая зона вот все здесь умножайте на 2 потому что мы двух зонах доступности разворачиваем все сервисы в публичной зоне у нас только над gateway лод балансер и в общем то все и еще один момент на чем следует остановиться это то что мы конечно же для того чтобы соответствовать и gdpr и федерального закона 152 развернули дополнительные в соответствующих географических зонах сервисы для того чтобы например данные российских пользователей сохранять в соответствующей зоне в первую очередь в основной зоне у нас хранятся только хэши от имейла и никнейм потому что ну даже по российскому законодательству в основной зоне мы имейл полноценно хранить не можем вот вот здесь пример нашего шаблончика с яндексом тоже описано все терраформом аналогичные сервисы с постгресс единственное что там это управляемый постгресс не какая-то аврора серверли сервер лес как в амазоне и load balancer здесь на тот момент времени то что мы сделали это сетевой load balancer не аппликейшн вот был нас по сравнению с нашим дипломентом обычным и 5 в амазоне один момент на котором отдельно следует остановиться это оптимизация затрат каким образом мы оптимизируем затрат ну во первых там где можно пошарить одновременно использовать instance например application load balancer а мы это делаем потому что поток и трафик у нас не такой значительный на и 5 сервисы но по крайней мере уж по сравнению с игровым трафиком мы предварительно оформляем заказ на все на что только можем выкупаем из эту инстанции выкупаем время процессора памяти часы у fargate сервер лес контейнеров соответственно предзаказ инстансов яндекса и это еще не все что можно было бы оптимизировать мы хотели бы сделать и базу переехать на следующей версии авроры потому что более эффективно можно было бы переиспользовать инстанс но и некоторые вещи в процессе например там перенос логинга и стека яндексе на менедж сервисы тоже еще одна вещь это подбор игр у нас как это происходит у нас каждый клиент в команде вообще при загрузке даже приложения пытается измерить свои пинги лейтенции до зон доступности до игровых серверов как про которые ему рассказывает редистор сервис и затем мы используем эмпирическую формулу а при начале матча которая нам позволяет насколько это возможно не дать преимущество в том смысле что никакой игрок из одной команды не может иметь лейтенции значительно лучшую чем игроки в среднем по другой команде и это одновременно еще с дополнительным условием связано на общую лейтенции всех подключенных к серверу игроков еще отдельный момент это настройка внешности мы очень порадовались тому что можем качественно кастомизировать и брови и цвет кожи настройки цветов майки когда мы играем вне команды игру в общем получилось очень мило и здесь огромная работающих художников которые с нами тесно взаимодействовали одна вещь на которой отдельно стоит на которой стоит отдельно остановиться это игровая статистика дело в том что мы собираем десятки атрибутов и только игровой сервер имеет право с точки зрения нашей модели security отправлять данные в api это транзакционная операция приводит к тому что мы при необходимости обновляем рейтинги команды и обновляем рейтинги игрока это происходит у нас и для команд и для болельщиков и для в общем-то каждого участника в игре и вот это обоснование что только игровой сервер по результатам матчей даже не админ может обновлять транзакционное состояние игроков позволил нам зарегистрировать в том числе дальнейшем рекорд гиннеса чем я чуть похоже расскажу вот у нас есть еще один режим это режим болельщика это такой guitar hero на минималках у нас наши замечательные ребята из уганды записали несколько кричалок мы сделали по ним игру где нужно вовремя нажимать на клавишу и если вы вовремя нажимаете на клавишу и болеете за свою команду синхронные хорошо как болельщики то им будет бонус то есть могут подключаться десятки тысяч потенциально болельщиков их данные будут суммироваться и отправляться в игровую комнату соответственно такое взаимодействие реализовано через разделение наших игровых серверов на игровые сервера и прокси сервера прокси сервера это такая воронка которая агрегирует данные от болельщиков и пересылает по одному соединению в игровую комнату но и соответственно забирает всю модель наше представление о данных из игровой комнаты и вот мы проводя игры уже спустя год после основного первого нашего онлайн события получили такое подтверждение тому что эта модель рабочая мы зарегистрировали новый мировой рекорд по количеству одновременных болельщиков на виртуальном футбольном стадионе на 26 мая 2021 года опубликовали мы только в октябре тем не менее в двадцатом году приложение в appstore google play это заняло даже чуть больше времени что было удивительно и в ноябре еще нас попросили сделать отдельный режим игры это режим видео вещания что что мы сделали мы посчитали что мы не можем сделать headless какой-то клиент эффективный потому что он требует все равно внешнего управления оператором для того чтобы сделать рендер картинки того что происходит на стадионе и фактически мы сделали небольшую модификацию к нашему десктоп клиенту запущенный с определенными ключами можем подключаться к выбранной комнате по уникальному идентификатору этой комнаты мы подключаемся через прокси сервера не нагружаем игровые сервера таким образом и с разных углов с разных проекций свободным пролетом камеры мы можем в принципе менять картинку у нас сидела для эфирного вещания команды операторов с этими клиентами она переключалась между локально с рендеренной картинкой и собирали все эти видео потоки и транслировали в эфир том числе там на даже центральные каналы youtube в общем-то крайне полезный оказался режим и опять же переиспользование существующей инфраструктуры и вот мы выходим в life мы выходим а сначала на квалификацию здесь в первый год 2020 не буду лукавиц оставались какие-то определенные проблемы и баги травы у команд которые мы старались исправлять как можно быстрее практически в реальном времени и уже с наименьшим количеством ошибок не мешающим проведению финала чемпионата мы 9 декабря выходим на гранд-финал собственно говоря то что в общем-то показывают в том числе в новостях это внутриигровая сцена разработанная нашими художниками для которая показывается только на финальный матч с результатами финальной игры здесь есть ссылочка в презентации где можно посмотреть будет как это выглядело в живую во время чемпионата и вкратце наверное я оставлю этот слайд гореть за набор инструменты в наш неполный просто чтобы скажем так визуальное представление какое-то иметь на этом наверное у меня все что я хотел бы рассказать про нашу игру я готов ответить на ваши вопросы еще раз огромное количество из технических деталей про которые мы могли бы поговорить отдельно и наверное даже по нескольку часов про каждый аспект спасибо большое я жду от вас вопросов спасибо